В борьбе за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков большую роль сыграли подпольщики. Люди, чьи имена и дела известны немногим. Но те сведения, которые имеются о них, сегодня бережно хранят на родине героев. О борьбе ганцевических подпольщиков и тех, кто несет вахту памяти о них, расскажем в сюжете из цикла «Дорога к победе». Хронология военных событий для Ганцевичского района началась с первого воздушного боя. Произошло это в районе станции Люсина, урочище Озерница. Для трех отважных советских летчиков этот боевой вылет стал последним. 24 июня 1941 года жители наблюдали неравный бой советского бомбардировщика с двумя немецкими истребителями. 31 июня немецкие части вошли на земли Ганцевичского района и двинулись дальше. Три года Ганцевщина находилась в оккупации. Возможность защищать свою родину патриотично настроенные местные жители и те советские воины, что остались в окружении, видели в партизанской и подпольной борьбе. В июле 1941 года на Ганцевщине начали создаваться партизанские группы под руководством Сполякова, Чумилы, Дубовского, Шведа и других. Они действовали в деревне Хатыничье и в деревне Чудине. Активное сопротивление фашистскому режиму оказали подпольщики на протяжении всех военных лет. С июня 1941 и по июль 1944 молодежное подполье действовало и в деревне Денисковичи. Вошли туда ребята из школьного комсомольского отряда. Более 10 человек. Во главе стал комсорг Иван Карпения. В основном они працовали на лесопильном заводе. Лесопильный завод у первой от оккупации, он працовал, конечно, и на немцев. И там створались шпалы для узкокалейки. И вот эти хлопцы, самой такой ведомой диверсией подпольщиков на лесопильном заводе, это был 1943 год, весна. И они вывели со строя лесопильного завода маль что на месяц. Конечно, после этого немцы начали проводить проверку. Узникло питание, кто это здесь, не у хлопцы попали под подозрение. И многие из них вымушены были пойти у партизаны. Только из Денисковичей на фронт ушло около 300 человек. Почти половина не вернулись домой. Сегодня память о людях, их делах и заслугах в деле приближения победного дня в войне с немецкими оккупантами бережно хранит этот школьный музей. Он работает почти 27 лет, хотя его фонд начал формироваться еще в 60-х. Изначально здесь планировали создать хотя бы музейную комнату, но экспонатов оказалось так много, что хватило на полноценный музей. Все благодаря бывшему директору школы, которая спустя десятилетия после освобождения Ганцевичского района встречалась с живыми подпольщиками, местными фронтовиками и даже теми, кто пришел освобождать деревню. Возволители наши пришли сбоку чуде наибудше. Это были войны 48-й стрелковой гвардейской крыворужской дивизии, которая выходила у склад 1-го белорусского фронта. У нас в 70-е годы велася переписка с ветеранами, которые вызволяли нашу везду. Особливо много велася переписка с Менгалимовым, Фалим Менгалимовичем, который писал письма нашему директору Домашек Софье Миколаевне. 8 июля 1944 года Ганцевичский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в ходе специальной операции «Багратион». Линия освобождения проходила через такие населенные пункты, как Круговичи, Лактыши, Ганцевичи. Безумной радостью ганцевчане восприняли приход воинов-освободителей, партизанов, которые внесли значительный вклад в освобождение нашего района. Более пяти тысяч жителей района сражались за победу на фронтах и в партизанских окопах. Более 1300 ветеранов войны Ганцевщины удостоены наград. Память о той страшной войне хранится не только в музейных летописях. Об этом свидетельствуют фотоснимки в альбомах ганцевчан. Ежегодно в День освобождения района проводятся праздничные мероприятия. Возлагаются цветы к памятникам и обелискам. Чтобы помнили. Татьяна Будгусаим, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».